Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. В своем докладе я бы хотела осветить прежде всего вопрос вывода на рынок медицинского изделия, в частности, программного обеспечения как самостоятельного медицинского изделия. То есть все аспекты законодательства, действующего на территории Российской Федерации в настоящий момент. Я некоторые слайды буду листать в более ускоренном порядке, чтобы не задерживаться. Презентации, я думаю, ваши организаторы передадут, если будет интересно. Соответственно, мы в своей работе опираемся на нормативно-правовые акты, и в частности, Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан. И в данном федеральном законе есть определение, это часть 1 статьи 38, это то, какие изделия являются медицинскими. Безусловно, программное обеспечение – это одно из направлений, а медицинские изделия объединяют в себе очень большое направление, большой сегмент, поэтому определение сформировано для всех медицинских изделий, и им руководствуется регулятор в лице Минздрава России, который далее разрабатывает какие-то законодательные нормативно-правовые акты для обращения этого продукта на рынке Российской Федерации. Также, как и для всех медицинских изделий, они все разбиты на определенную классификацию, в частности, они подразделяются в Российской Федерации на классы, это классы потенциального риска применения от первого до третьего класса риска, и на виды в соответствии с номенклатурной классификацией. Данная номенклатурная классификация Российской Федерации была гармонизирована с международной классификацией, которая была разработана агентством GMDN, соответственно, переведена на русский язык и поддерживается в актуальном состоянии, постоянно взаимодействуя с агентством. Поэтому, в частности, и программное обеспечение посвящены определенные разделы классификации. Почему на ней останавливаюсь отдельно? Потому что в законодательстве нашем существуют различные подходы к регистрации медицинских изделий разного класса риска, и, соответственно, требования различаются, и поэтому класс риска и вид медицинского изделия являются важными критериями для дальнейшего продвижения продукта. На данном слайде представлено, как разделяются классы риска. В принципе, все эти правила четко описаны в приказе Минздрава России номер 4N. Оно имеет два приложения. Первое приложение как раз посвящено правилам классификации по рискам, второе – по видам медицинских изделий. На данном слайде вы видите, что из себя представляет структура вида медицинского изделия. В частности, она объединяет в себе три признака. Это номер шестизначный, идентификационный, наименование вида медицинского изделия. Оно не равно наименованию медицинского изделия. Это именно вид, который определяет направление, то есть какие медицинские изделия к данному виду подходят. И описание вида. И ниже как раз что входит в описание вида. Область применения, эксплуатационная, кратность использования и так далее. На нашем сайте, роздрафнадзор.ру, наш официальный сайт, данная номенклатура представлена. Возможен поиск по тому виду, который вас интересует, то есть тому виду, которому соответствует ваше медицинское изделие. Данная номенклатура на сайте обновляется в режиме онлайн, когда поступают новые информации о новом виде. Либо прежний вид трансформируется, изменяется его описание или наименование даже, или виды уходят, или они разделяются. Но в любом случае, эта информация на сайте транслируется одномоментно с принятием нами решения включения этих изменений в номенклатуру. На сайте сейчас вы видите, так скажем, этапы обращения медицинского изделия. Они тоже определены в нашем законодательстве, конкретно в части 3 статьи 38. Почему отдельно на этом слайде останавливаемся? Понятно, что обращение медицинского изделия начинается от разработки до контроля последующего на рынке. Но наиболее востребованным для отрасли, связанной с программированием, с программными обеспечениями, стало как раз применение, то есть возможность использования в медицинской организации программного обеспечения. То есть до какого-то определенного момента времени, а именно до изменений, которые были введены в Уголовный кодекс Российской Федерации, кодекс об административных правонарушениях, как-то не очень уделялось большое внимание этому вопросу. Но когда 532 закон у нас появился, медицинские организации стали с опасением относиться к программному обеспечению, которое не имело регистрации на территории Российской Федерации. И поэтому к вопросам обращения нужно относиться очень ответственно. И в частности, не только имеется в виду программное обеспечение, любое медицинское изделие, которое находится на территории Российской Федерации, оно должно быть зарегистрированным. Соответственно, здесь укрупненно показана схема обращения медицинского изделия. В принципе, там все этапы в предыдущем слайде были определены. Ну, наверное, наиболее интересно как раз вот то, что выделено красным, да, государственная регистрация медицинских изделий, да, как инструмент для вывода продукта на рынок в обращение. Ну, и, конечно, внимание государственному контролю, который развивается, который в настоящее время трансформируется и приобретает рискориентированный подход. Поэтому в том числе и класс риска изделия, и наличие количества медицинских изделий у производителя и так далее, все это влияет на то, какая будет классификация у производителя. То есть насколько часто он будет проходить контрольное, подвергаться контрольным мероприятиям. А, возможно, будет просто периодически информировать о том, что у него все в порядке, и контрольный орган к нему не выйдет. Поэтому в настоящее время система контрольная развивается. В том числе слышали вы, наверное, безусловно, о регуляторной гильотине. Поэтому вопросам контроля посвящается много времени. На данном слайде представлены наиболее, так скажем, востребованные нормативно-правовые акты, связанные с государственной регистрацией медицинских изделий. Можете на них посмотреть. Но основное внимание, которое необходимо сосредоточить разработчику и производителю медицинского изделия при подготовке к государственной регистрации, регистрации, это, безусловно, постановление правительства 14-16. Есть ряд актов, которые его дополняют, разъясняют. Есть ряд методических рекомендаций, указаний и других документов, разъяснений. Но, безусловно, основные требования, подходы поименованы в этом постановлении. Оно должно для производителя, который планирует выпускать медицинское изделие, программное обеспечение, должно стать одним из наиболее главных и должно его знать. Ну, наверное, этот слайд я пропущу, потому что, скорее, он больше касается зарубежных производителей. Но, в любом случае, информация о нем останется. И постаралась визуально, так скажем, изобразить процедуру государственной регистрации. Почему? Потому что, когда она написана сложным, наверное, нормативным языком, она кажется очень трудной, непонятной. Когда визуально она изображена, наверное, она вызывает большее понимание. Значит, у нас государственная регистрация, она разделяется крупно на два этапа. То есть это подготовительный этап, это этап, связанный с разработкой технической эксплуатационной документации, с проведением необходимых испытаний и с подготовкой, соответственно, комплекта документов для подачи его в Росздравнадзор. Несмотря на то, что на данном слайде он занимает небольшое место, на самом деле это один из самых трудоемких и по времени длительных этапов. То есть мало придумать, нужно еще это описать и нужно подтвердить путем проведения испытаний то, что ваше изделие безопасно, эффективно и качественно. И вот этап, который начинается после подачи уже документов в Росздравнадзор, он у нас вот ниже на слайде представлен. Значит, если ваше изделие имеет класс риска от 2А до 3, то есть это три класса 2А, 2Б и 3, процедура государственной регистрации у нас двухэтапная. Вот сейчас вы на слайде ее видите. Если ваше изделие медицинское будет программное обеспечение, будет иметь первый класс риска, или данное программное обеспечение будет применяться в клинико-лабораторных каких-то исследованиях, то есть иметь отношение к инвитродиагностике, то на следующем слайде будет представлен, вернемся потом назад, эта процедура государственной регистрации проводится в один этап. Давайте тогда последовательно вернемся. И, соответственно, из чего она состоит? Комплект документов представляется в Росздравнадзор, который поименован в пункте 10 правил регистрации государственной. На этапе Росздравнадзора что мы делаем? Мы смотрим пакет документов, состоящий из определенных позиций, проверяем его на юридическую частоту, наличие полного комплекта документов, оплата государственной пошлины. Значит, сразу хочу остановиться. Очень наиболее частая ошибка, что госпошлина люди забывают оплачивать, и, соответственно, это может стать причиной для замечаний. Размеры всех государственных пошлиных у нас установлены в налоговом законодательстве и также зависят от того, какого класса риска изделия – низкого либо высокого. Соответственно, размер возрастает. И в случае, если замечаний нет после рассмотрения экспертами Росздравнадзора, ваш комплект документов отправляется на экспертизу эффективности, безопасности и качества. В случае, если все-таки замечания есть, то вам дается 30 дней на их устранение. Соответственно, вы устраняете замечания, и процедура государственной регистрации также для вас начинается. В случае, если вы замечания эти не устраняете, то документы вам возвращаются на доработку. Зачастую мы слышим слово «отказ» в свой адрес. Это немножко не так. Документы именно возвращаются. То есть прямо все то, что вы сдали, мы вам отдаем. Вы их идете, дорабатываете и приходите повторно. А вот уже когда мы с вами начинаем экспертизу документов, вот она как раз заканчивается отказом в случае отрицательного решения. Поэтому эти два понятия ни в коем случае путать не нужно. В процессе экспертизы первый этап – это прежде всего оценка испытаний технических, токсикологических. Но для программного обеспечения это не очень применимые, неприменимые испытания токсикологические. Поэтому мы сосредоточимся на технических испытаниях. И, соответственно, принимаются решения о возможности и невозможности проведения клинических испытаний. И обращаем внимание, что и в рамках экспертизы возможен запрос дополнительных материалов и сведений, как шанс устранить какие-то недочеты, уже связанные с внутренней начинкой ваших документов, для того, чтобы все-таки иметь возможность идти дальше, а не получать отказ. Соответственно, по результатам положительной экспертизы, регистрирующим органам Росздравнадзором выдается разрешение на проведение клинических испытаний. И в этот момент процедура государственной регистрации приостанавливается. То есть о чем речь? Вы получаете это разрешение, и для нас, как для регулятора, наступает стоп. Вы уходите на проведение клинических испытаний. И вот здесь то время, которое вы потратите на это, оно зависит прежде всего от вас и от вашего медицинского соисполнителя. Потому что зачастую слышим обвинения в свой адрес в отношении очень длительных сроков регистрации, но вы поймите, что они складываются в том числе и из этого этапа. А этот этап иногда люди к нам не приходят даже с 2013 года на своей практике, могу сказать. То есть вот ушли на клинические испытания, не вернулись. По какой причине, непонятно. Либо не прошли пока, передумали. Проходят очень длительные клинические испытания. Но в любом случае для нас стоит стоп, а для вас идет время определенное. Соответственно, после того, как вы провели такие клинические испытания и оформили соответствующий акт, подчеркну, что этот акт, то есть эти результаты должны быть оформлены только в той организации, которая соответствует критериям, которые для них определил Минздрав России. Это приказ Минздрава России 300Н. Все эти медицинские организации, они опубликованы у нас на сайте. То есть есть раздел «Перечень медицинских организаций, имеющих право проводить клинические исследования медицинских изделий». И в случае, если вы там находите эту медицинскую организацию, вы в нее можете обратиться, если такой организации нет на нашем сайте, значит, она не имеет права проводить клинические испытания. И при выборе медицинской организации вы еще должны руководствоваться не просто нахождением ее в этом реестре, но и тем, что в области ее, то есть в том моменте, на который даны компетенции соответствующие, есть область применения вашего медицинского изделия. Соответственно, после завершения клинических испытаний вы возвращаетесь вновь в Росздравнадзор, представляя уже результаты, и процедура возобновляется регистрацией. Эти результаты отправляются на второй этап экспертизы, где уже эксперты смотрят именно клинические аспекты и полноту представленных доказательств, обеспечивающих клиническую эффективность. Соответственно, на втором этапе также возможен запрос, возможно, медицинская организация что-то не так изложила в акте, либо были допущены какие-то ошибки технического содержания или смыслового содержания. В любом случае есть шанс устранить эти нарушения, выявленные. На это дается 50 рабочих дней. И после устранения замечаний вы представляете исправленные документы, эксперты их рассматривают. Зачастую после запроса исправляются эти документы. Количество отказов у нас с течением действия постановления правительства уменьшается постоянно, потому что люди уже научились, и медицинские работники умеют правильно готовить акты, и, соответственно, производители уже стали более образованными в плане подготовки документов для регистрации. И после, соответственно, положительного решения, которое вывносит экспертная организация, на основании этого решения готовится уже приказ Росздравнадзора о государственной регистрации, и, соответственно, ваше изделие имеет право на обращение. Аналогичная схема для первого класса риска изделий для инвитро. В чем ее отличие от предыдущей схемы? Отличие в том, что, ну, первое – это один этап, безусловно, это сокращение, это всего лишь экспертиза, длится 10 рабочих дней. А второе – это, что результаты клинических испытаний вы представляете сразу, то есть без прохождения первого этапа, без получения разрешения Росздравнадзора. Соответственно, вы сразу обращаетесь в медицинскую организацию, включенную в перечень по приказу 300Н, напомню, который у нас размещается на сайте, работаете с ними, получаете некий отчет, который оформляется в соответствии с приказом, и сдаете уже полный пакет документов, которые сразу анализируются экспертной организацией. Ну, соответственно, те же процедуры и запроса, и возможности устранения нарушений, они предусмотрены. Минимальное количество времени, которому людям удалось первым классам риска, это 32 рабочих дня, которые вы можете получить от момента подачи комплекта документов до момента выхода регистрационного удостоверения. Прошу прощения, у нас регламент. Хорошо, сейчас я ускорюсь. Соответственно, дальше на слайдах представлены то, как должны выглядеть клинические испытания, то, что я рассказала вам по приказу, по формам. Это то, что видят в открытом доступе о вашем медицинском изделии, то есть медицинские организации видят реестровую запись, вы видите реестровую запись. Это те сведения, которые там прикрепляются. И с недавнего времени также Росздравнадзор в инициативном порядке размещает сканы регистрационных удостоверений, чтобы сразу было видно, что за документ, так скажем, был оформлен. И буквально, наверное, постараюсь за пять минут уложиться. Помимо российского законодательства, у нас сейчас с вами бурными темпами развивается евразийское законодательство. И в соответствии с соглашением, у нас до 31 декабря 2021 года действует переходный период, который позволяет предусматривать, вернее, параллельное существование двух процедур. Процедура регистрации по национальным правилам и процедура регистрации по евразийским правилам. Соответственно, на слайде представлены документы основные, которые регламентируют регистрацию в рамках ЕС. Среди этих документов, что хотелось бы отметить, наверное, для программного обеспечения больше, это то, что были разработаны критерии, аналог разграничительных перечней в Европе, которые существуют, отнесение и неотнесение изделий к медицинским. Соответственно, решение представлено на слайде. И как раз информация пока про переходный период. И что хотела бы сказать, что в принципе евразийское законодательство, оно дает больше возможностей для маневра, так скажем, для доказательства. То есть представлен так называемый перечень стандартов, на соответствие которому, если вы будете ему соответствовать, вы обеспечиваете себе презумпцию соответствия. Но при этом у производителя всегда остается возможность доказать свою безопасность и эффективность собственными методиками и представить доказательства для экспертов референтного государства и государств признания о том, что его изделие эффективно, даже если такого стандарта или такого метода нет, или тот стандарт, который вы используете, не находится в перечне. Поэтому также я хочу отметить, что на нашем сайте все эти документы существуют. И аналогично, как и в российском законодательстве, испытания проводятся не просто тоже где-то, как-то, а в определенных организациях. И вот сейчас пока по евразийским правилам у нас уполномочено на технические испытания, пока, подчеркну, всего 12 лабораторий, на исследования испытаний с целью оценки биологического воздействия, это аналог токсикологических исследований, 5 лабораторий, и на клинические испытания 6. Клиник пока мало, к сожалению, медицинские организации не приходят к нам с инициативой и как-то очень вяло проявляют интерес пока к евразийскому законодательству. Но мы с удовольствием их ждем, чтобы они могли аккредитоваться. И схема регистрации. Отличия от национальной схемы много. И прежде всего, первое, что возможность выхода сразу на рынки пяти стран. То есть если вы заявитесь в одно государство, вы можете в четыре остальных заявиться в качестве государства признаний и получить за один раз выход на рынки всех стран. Но есть определенные сложности. В частности, на Российской Федерации не существует такой процедуры, как инспектирование производства. А вот в Евразессе она появляется. И это тоже новшество и для Российской Федерации в частности. Поэтому вот есть инновации, так скажем. Ну, в принципе, процедура представлена, готова ответить на вопросы. Спасибо. Хотела спросить. Чаще всего мы медицинские изделия экспортируем, импортируем на данный момент. Для того, чтобы его ввести, нужно уже заключить договор с лабораторией. А как тестировать его? То есть если мы еще не решили регистрировать его или не регистрировать? То есть внутри компании нужно протестировать это медицинское изделие. Но для этого нужно заключить договор с лабораторией. Но мы еще не знаем, регистрируем мы его или нет. Это первый вопрос у меня такой. Ну, вы должны знать, будете ли вы регистрировать или нет. Наверное, здесь больше... Нужно же получить изделие, чтобы понять, регистрируем мы его или нет. Как мы... То есть если находится производитель где-нибудь в Китае, в Индии, то есть как мы можем оценить качество изделия, не получив его? И если мы получаем плохое изделие, тогда мы уже решаем, что мы не регистрируем. Но мы уже заключили договор с лабораторией. Смотрите, здесь вопрос такой. Во-первых, иностранные изделия, иностранного производства, зачастую уже имеют одобрение на своих территориях. То есть это зарегистрированный продукт или одобренный, или сертифицированный. По-разному везде это может называться. То есть там его эффективность, безопасность уже подтверждена регуляторами зарубежных стран. Наверное, скорее вопрос, медицинское это изделие или нет в Российской Федерации, прежде чем заключать договор с испытательной лабораторией. Нет, но у нас в любом случае все, что используется в медицинском учреждении, считается медицинским изделием. Правильно я понимаю? Нет, неправильно. Не все, что используется в медицинской организации, является медицинским изделием. Не все, далеко. Ну хорошо. У меня именно вопрос был к медицинским изделиям, потому что мы сталкиваемся с регистрацией, когда требования российского расстройственного надзора, они разные, нежели тот же CE-сертификат европейского происхождения. И это не показатель для нас. Можем мы регистрировать, и подойдет ли нам это изделие, прежде чем мы заключили. Смотрите, в нормативном поле для медицинских изделий, которые пересекают таможенную территорию Российской Федерации, должны быть обязательно зарегистрированными. Если они не зарегистрированы, их ввоз возможен только в целях проведения испытаний. Других возможностей не предусмотрено. Хорошо, спасибо. Еще один вопрос у меня. Нет, давайте мы будем двигаться дальше. У нас регламент, коллеги. Вот молодой человек очень хочет задать вопрос. Ну, все. Спасибо, Денис Вордов. Росмет. Хотел просто вернуться к теме выступления с точки зрения медицинских информационных систем и как раз-таки требований Росздравнадзора. Скажите, пожалуйста, если мы говорим с вами про телемедицину, о чем сегодня тоже здесь и говорили, и будут говорить. Вот есть постановление 965-я Н, в котором прописано, что подключение иных информационных систем к ЕГИСИЗ регулируется как раз-таки формой заявки, которая отправляется в Минздрав. Вот насколько иная информационная система, которую прописывает Минздрав в этом постановлении, соответствует медицинской информационной системе, про которую вы говорите, и требуется ли получение лицензии, получение… СТЭК? Нет, нет, получение вашего разрешения о том, что это медицинское изделие для медицинской информационной системы, если она должна быть признана иной информационной системой, где нет слова «медицинская». Спасибо. Значит, смотрите, то, что подключается к ЕГИСИЗ, это вопрос, да, безусловно, Минздрава там и так далее. Наш вопрос – это изделие, иное, не иное, оно медицинское или нет? Если оно медицинское, оно подлежит регистрации. Здесь важно другое. Здесь важно то, как производителю определить, оно будет медицинским, или если он будет его обращать без регистрации, он будет нарушать законодательство. Поэтому я специально остановилась на критериях отнесения, которые в ЕАЭСИ. Эти критерии будут постепенно имплементироваться в российское законодательство, я имею в виду по разграничению. Не все программное обеспечение является медицинским. И второй момент, соответственно, здесь обратная связь тоже должна быть и от вас, как от потребителей, так скажем, услуги по государственной регистрации, предложения о том, что вы считаете, может быть, медицинским, что нет. Почему? Потому что когда-то в 2015 году, когда мы увидели вот эту потребность в определении четких критериев, мы попытались сформировать своим информационным письмом, который есть на сайте, я думаю, что все его знают, не буду даже называть, 2015 года, попытались разграничить как-то те продукты, которые могут быть отнесены к медицинским. Но с тех пор прошло очень много времени, безусловно. И появилось много документов международного уровня, в том числе форума регуляторов АМДРФ. Мы работаем над этим. Мы выпустили методические рекомендации, те, которые у нас размещены на сайте. И в дальнейшем ждем тоже предложений в отношении того, что вы считаете медицинским, а что регистрировать не следует, так как оно не является медицинским. Поэтому пока определение закреплено в статье 38. Мы ему следуем. Я вас слышу. А чтобы все слышали тоже, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что Минздрав при подключении иных информационных систем к ГИСИЗ вам какие-то запросы по поводу того, является это медизделием или нет, не отправляет? Нет, но у нас постоянно есть межведомственное взаимодействие. То есть, если у них есть какие-то сомнения, то, безусловно, они могут к нам обратиться. Пока просто у нас таких прецедентов не было. Они руководствуются, прежде всего, нашим реестром. Соответственно, может быть, они что-то могут увидеть раньше, чем мы запросим. Но пока не было таких вопросов с их стороны. Продолжение следует...